Коллеги, я хочу пару слов добавить, не надо кричать, спокойно, не надо кричать, успокойтесь. Дайте мне, меня зовут Илья Яша, это встреча с жителями. Ваши помощники, ваши студенты, вам не стыдно. А сносительский район, эта проблема тоже основана, к сожалению, на Новой Рязанке, на Новой Рязанке, один из домов. Давайте мы сначала пройдем с нового хода на территории Почарного района. Прекратите превращать это в базар. Наш район это так же касается. Прекратите устраивать здесь политический пиар. Марина Александровна, вам должно быть стыдно за поведение ваших этих собачек. Это абсолютно наглый хамский стиль единой России. Вы как клакеры себя ведете. Дайте слово! Дайте слово! Дайте слово! Мы требуем, первое, чтобы была остановлена стройка до согласования проекта с жильцами. Второе, провести диагностику и проводить еженедельный мониторинг состояния фундаментов домов. Сделать эффективную шумоизоляцию. Шумоизоляционным куполом был закрыт. Вот это они называют выемкой. Вот это ниша. Вы слышите, какой шум сейчас? Вот специально это иллюстрация шума. Представьте, что здесь будет, если есть на скорости. Четыре поезда пронесутся на скорости и так будет с пяти утра до часа ночи. У РЖД есть свои предложения. Они говорят, что они поставят шумоизоляционные щиты. Вы можете себе представить, что такое шумоизоляционный щит? И они говорят, что для желающих, и только о первой линии домов идет речь, а о второй линии домов они вообще не говорят, будет установлен дополнительный стеклопакет. У РЖД есть достаточно средств, финансовых и возможностей закрыть железнодорожные пути специальным шумоизоляционным куполом. И мы на этих требованиях будем настаивать. Мы хотим заявить протест, и это символ нашего протеста. Вот Илья снимал фильм. Илья мне очень понравился, что ему большое спасибо, и тоже об этом говорил. Меня зовут Валерия Косомара. Я не в партии. Я самовыдвиженец. Учесть, что изменить ситуацию мы категорически не сможем, но надо хотя бы оставить наши условия приемлемыми для жизни, чтобы понимать, насколько они вообще смогут решить вопрос. Получается, вы разрешили. Я прошу прощения. Получается, что разрешили. Я хочу опять сказать, что это просто исходя из того, что вы уже слышали. То есть вы идете у них на поводу. Инициативная группа жителей, которые здесь собрались, они, видимо, были не слышны до этого про ваш приговор на процесс. Вот эта площадка, она не должна быть местом для политических дебатов. У нас, в принципе, здесь у всех абсолютно одни требования. Город должен развиваться, нужны городу и железные дороги, и магистрали. Все это нужно. Но это не должно идти, во-первых, в ущерб интересам жителей. Во-вторых, это должно, ну, как минимум, идти в соответствии с законом. Это не значит, что за счет одних жителей должны решаться проблемы города. Но я считаю, что надо требовать более открытого формата, публичного формата, чтобы в этой работе принимали участие и представители инициативной группы, причем всех домов, и которые находятся в Басманном и в Красносельском районе. Чтобы в этой работе принимали участие, также важно, муниципальные депутаты, как от Красносельского района, так и от Басманного района. У нас с вами есть вполне конкретные, вполне разумные предложения. Практически все они сегодня прозвучали. Создание купола, там, для такого проекта это не такие огромные расходы. Мы с вами точно знаем, что у заказчика этих работ деньги на это есть. Хотите развивать город? Хотите развивать транспортную инфраструктуру? В первую очередь позаботьтесь о людях. Вот об этом, мне кажется, нужно напомнить и РЖД, и правительство Москвы. Думаю, что и другие кандидаты, и представители других политических сил с этим согласятся, и мы перестанем по поводу этого ругаться, и будем действовать сообща. Спасибо большое. И я бы еще... Не забывайте, здесь не прозвучала эта фамилия, но она очень важна. Еженедельно заседает штаб во главе небезызвестным Маратом Хуснулиным. Скрыт он, мы его как бы не видим, он как бы не присутствует, но он серый кардинал всего этого шабаша. Пожалуйста, имейте это в виду. Нам сейчас необходимо привлечь внимание к происходящему. А толку что? Вы же не мешаете. А кто его контролирует, то будет. Бюджет принимает Московская городская дума. Почему он со свистом проходит? За два часа бюджет принимает. Почему? Потому что нет ни одного депутата, который бы все эти вопросы задавал. Ни одного депутата. И при всем уважении к Валерии Александровне, она тоже не будет задавать эти вопросы. Валерия Александровна будет занимать кресло и работать в своей высшей школе экономики. Это для нее приоритет. А для меня приоритет. Спасение города от коррупции. За этим я участвую. Вот это мои двое детей. Мои, понимаете? Поэтому я сюда пришла. И поэтому я вам предлагаю, давайте встанем, поставим палатки и будем сидеть круглосуточно. И тогда нам не надо будет депутатам задавать вопрос. Ой, а почему вы не пришли, когда вы пилили деревья? А потому что мы здесь сидим все, и никто у нас ничего не спилит, если мы будем сидеть. Будет палачный лагерь, я приду к вам первый.